всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука вот и наш красавец москвич который я только что показывала в открытом грунте теперь вот я его сорвала на мыло сейчас буду его потрошить и хотя я вам говорила что в этом году томаты вот эти все ранние скороспелые получились сладкие мясистые не забывайте что все они все равно уступают тем томатам которые более крупноплодные которые генетически предрасположены быть более сладкими и перед тем как потрошить москвича скрывать я вам скажу о количестве камер многие не обращают внимание читая на пачке что вот например количество камер 4 там или многокамерной а это очень влияет то есть отражает характеристику томата такую как мясистость и сахаристость обычно до 4 камер все вот эти томатики наши ранние скороспелые они все равно все с кислинкой даже если когда получаются мясистые они не могут повторить того вкуса той сладости который у многокамерных томатов вот сейчас я москвича вскрою он у нас трехкамерный и сразу ожидайте если например томат трехкамерный или даже двухкамерный то вскрыв его вы увидите большое количество семян она занимает значительную часть томата не так как у многокамерных камеры маленькие и все занимает это вот остальное мясо томатное вот такой у нас москвич так вот такой разрез характерный с белой серединкой обычно у многокамерных мясо же такое я вам показывала красное однородное а вот у этих томатов разрезы обычно вот такие получаются сейчас для примера если достану смогу вот для примера покажу вам сейчас пудовика вот вот видите вот это многокамерный у него камеры такие не очень большие а остальное вот это мясо он этот я вот разрезала чуть-чуть еще не дозрела и видите тут не проспела но если он будет есть спелый то вот эта вся часть будет ярко-ярко-красная а москвич наш обыкновенный трехкамерный но чем он берет если конечно попробую его я уже пробовала сразу скажу что присутствует нота кислинки но чем он берет он берет конечно тем что его можно выращивать загущенных посадках что его можно выращивать без посынкования без подвязки он штамбовый низкорослый 30-40 сантиметров очень компактный детерминатный не требует прищипки очень хорошо завязывает плоды в неблагоприятных условиях очень урожайный густо облеплен вот этими плодами я только что показывала можно употреблять в салаты в заготовке сейчас съедим москвича вот если говорить про органолептические показатели то конечно кислинка присутствует и она немного забивает сладость но он такой когда его ешь чувствуется что он мясистый конечно семян здесь много как и во всех ранних скороспелах но вот это вот у него вот эта прослойка вот которая она толстенькая и такая как сахаристая вот можно сказать что на вкус он кисло-сладкий вот это москвич москвич без прикрас не такой он сладкий как так хотелось бы например нам может быть хотелось бы чтобы все были сладкие томаты но многие любят я знаю что многие любят томаты с кислиночкой вот это именно кисло-сладкий он ранний он очень урожайный он выносливый он неприхотливый но сладостью своей он вас не поразит с кислинкой но зато очень хорошо подойдет для консервирования смотрите какие красотки москвичи штампованные прям помидорки все до свидания